Юрий Юрьевич, мы сидим на фоне замечательных макетов наших телескопов радиоастрон, который, как известно, уже слетал и очень многое сделал, и миллиметрон, который еще пока не летал, но мы все надеемся, что будет запущен. Радиоастрон, несмотря на то, что программа вроде бы завершена, продолжает присылать массу, давать ученым массу важной научной информации, которую вы продолжаете анализировать. Вот расскажите, пожалуйста, какие последние научные данные заставили вас удивиться, обрадоваться или испытать какие-то другие эмоции? Значит, во-первых, позвольте поправить ваш вопрос. Наш замечательный спутник Спектр-Р, на котором стоит космический телескоп проекта радиоастрон, продолжает летать. Да, он перестал давать нам научную информацию, но его космическая жизнь продолжается, и даже такие любители, а иногда и профессионалы, оптические астрономы могут на него посмотреть и увидеть его в свои оптические телескопы. Так что он продолжает свою жизнь, еще долгие годы будет летать по этой очень хитрой, вытянутой орбите вокруг Земли. Но фактически орбита имеет размах, как мы говорим, апогей, то есть в точке на большее удаление. Это все еще около 300-350 тысяч километров. Это для нас было принципиально важно, это было решение руководителя проекта Николая Семеновича Кардашова, на котором он настаивал, а многие с ним спорили, что давайте будет у нас очень вытянутая орбита для того, чтобы, собственно, этот проект, зачем вообще запустили телескоп в космос? Для того, чтобы он смог улучшить возможности наземных телескопов по разрешению космических объектов, ну, раз в 10, на самом деле, до 30 раз. То есть четкость картинок, четкость изображений, которые мы получаем, по сравнению с наилучшими возможностями аналогичных наземных телескопов, вот примерно в 10-30 раз. И чем более вытянутая орбита, тем больше возможностей. Совершенно верно, однако будет неправильно думать, что для нас важна только эта точка максимального удаления. Измерения, в которых используются как наземные телескопы, их там до 60 штук было, расположенные в разных странах мира, но мы в России, поэтому проговорю более подробно про российские телескопы. Это телескопы системы Квазар, института прикладной астрономии 30-метровые, 3 штуки под Питером, на Кавказе и рядом с озером Байкал. И это Калязинский телескоп 60-метровый в Подмосковье, который тоже с нами работал, вот как вот такие наземные точки. Это вот российские телескопы, с нами также работали европейские, американские, африканские, корейские, китайские, австралийские и так далее, японские. И вот космические. И важно то, что наблюдение вот именно совместной системы, это как себе представить виртуальный телескоп размером Земля-Луна. Для того, чтобы наилучшим образом смоделировать или виртуально построить такой гигантский телескоп, нам нужно было проводить измерения вот этой большой системы, не только в точке максимального удаления спутника, а вот собственно по всей орбите. И в зависимости от того, какие научные задачи вы решали, вы соответственно и планировали вместе с научной группой, как раз здесь, в астрокосмическом центре, как эти эксперименты провести наилучшим образом. Теперь вопрос, да, вот что у нас сейчас происходит. Действительно, мы собрали там несколько петабайт данных с наземных телескопов, из космического телескопа. Первый шаг обработки, который мы называем корреляция, когда мы фактически производим результат, уже дающий возможность научным группам проводить анализ и собственно решать свои научные задачи. Вот этот вот шаг, корреляция, можно сказать, что практически завершена. На этом этаже и на еще один этаж выше, в здании, в котором мы сейчас с вами находимся, у нас стоит там кластер или такой небольшой суперкомпьютер, на котором группа коррелятора астрокосмического центра, сделанного нами, построенного нами, проводила этот процесс. Раньше этим занимали специализированные машины со специализированными чипами, которые были придуманы, а сейчас это можно делать программой. Вы написали программу, соответственно, она значительно более, что ли, вы можете ее легче, быстрее подпиливать и менять под ваши нужды, под новые моменты, которых вы разбираете. Она работает на этом суперкомпьютере, на нашем, и практически эта процедура уже завершена. Нам остаточки всякие остались. Обычно, когда научные группы говорят, ну, ребят, мы получили результат, мы хотим, чтобы вы теперь с другими параметрами это сделали. Вот так. Примерно 90% данных были прокоррелированы нашим коррелятором в астрокосмическом центре, и около 10% данных нам коррелировали наши зарубежные коллеги. Это центр, который находится в Германии и в Нидерландах. Вот это фактически работа завершена. Теперь, сами научные группы этого делать не должны, не могут, и вообще, это можно забыть об этом, как страшный сон научным группам, и слава богу. Теперь, все научные группы уже достаточно давно получают, ну, потому что, извините, мы запустились как бы в 2011, уже с 2012 года, они получают результаты первых корреляций, дальше уже вот сейчас все мы закончили, и, собственно, проводят анализ данных специализированными программами, и, собственно, публикуют научные статьи. И, знаете, это обычная история, когда телескоп прекращает наблюдать, количество научных статей возрастает, потому что научным группам не нужно тратить свое время на планирование наблюдений, проведения, а вот, собственно, сидишь себе, как белый человек, и... И анализируешь. Совершенно верно, публикуешь статьи, там, и так далее. И защищаешь диссертацию. А вы, между прочим, совершенно правы. Вот мы сейчас с вами сидим в аудитории, в которой была защищена, сейчас я вам скажу, позавчера очередная диссертация, может быть, даже вы видели здесь объявления у нас висят на стенах, поэтому вы мне и бросили этот мячик, чтобы я его отбил. Вот прямо в этой комнате была защищена успешная диссертация, очередная по результатам радиоастрона, совершенно верно. Собственно, какие последние результаты, о которых мне хотелось бы сказать. Но давайте мы начнем, может быть, с этой диссертации или вот с той тематики, которая защищалась здесь у нас позавчера, это тематика, связанная с изучением, казалось бы, скучной, я использую такое рискованное слово, такого скучного в кавычках вопроса, как рассеяние, распространение радиоволн через среду в нашей галактике. Даже звучит немножко, уже хочется захрапеть. На самом деле, дорогие друзья, это жутко клевая штука, потому что, во-первых, что такое рассеяние? Когда какой-то объект скрыт от нас за облаком плазмы, ну, летающие электрончики, он выглядит для нас, значит, больше, толще, чем есть на самом деле. Жаба такая получается, из симпатичного принца такая вот жаба, да. Значит, и вот если сравнить то, как должен принц выглядеть, то какая, а принцесса, я же неправильно говорю, да, значит, с жабой, то вы как раз с этими, анализируя эти различия, вы можете восстановить информацию про эти турбулентные облака межзвездного газа, которые есть в нашей галактике. Ну, хорошо, скажете вы, ну, и что дальше? Ну, кому-то, дорогие друзья, это интересно. Но вещь, на которую я могу вот прямо сейчас сослаться, и на которую, наверное, многие из вас вспомнят, это, например, изображение тени черной дыры в центре нашей галактики, которое многие, ну, должны были недавно из наших зрителей посмотреть, либо по телевизору, либо в каких-нибудь новостях. Так вот, вспоминайте, дорогие друзья, оно такое все из себя размытое и неконкретное. Так вот, это связано именно с рассеянием. И именно радиоастрон своими первыми результатами, которые потом были подтверждены по исследованию пульсаров нашей галактики, это мертвые звезды. Вот то, что остается от звезды после того, как она взорвалась, сверхновая взрывается, часть улетает, значит, подальше, образуется у нас туманность, а внутренние области звезды, они очень сильно сжимаются, получается звезда очень плотная, там, размером примерно с Москву, и она излучает яркий свет, который мы можем наблюдать на Земле. Так вот, по пульсарам радиоастрона обнаружил новый эффект рассеяния, который оказался очень важным как раз для центра нашей галактики. В центре нашей галактики мы тоже подтвердили эти результаты и по наземным наблюдениям, и с радиоастроном, а вот он очень сильно рассеивается. И в этой рассеянии очень хитрым образом появляются такие как-то прыщики или пятнышки на изображении объекта, который проходит вот через этот эффект, открытый радиоастроном. И эта проблема существует для центра нашей галактики. Поэтому если ученые в рамках, например, наземного проекта «Телескоп горизонта событий», вот бублик, от которого вы видели, или в рамках миллиметрона, который вы видите сейчас на фоне, который мы ожидаем будет запущен через энное количество лет, «Если вы хотите увидеть четкое изображение центра нашей галактики, вам категорически необходимо учитывать те эффекты рассеяния, которые, собственно, открыл и исследовал радиоастроном». Вот это очень важный момент, который фактически связывает ту диссертацию, которая у нас недавно была защищена, с тем результатом, который был рассказан вот группой «Телескоп горизонта событий» по центру нашей галактики. Так, какие еще результаты? Значит, второй результат, который у нас совсем недавно был завершен, отослан в журнал, и сейчас научная группа, значит, работает с рецензентами, чтобы закончить, это восстановление изображения выброса в квазаре, который мы называем «Трецэ-279». Так вот, это активная галактика, галактика, которая находится на расстоянии, там, миллиарды световых лет от Земли. В центре находится сверхмассивная черная дыра, не такая, как в центре нашей галактики. Как раз в центре нашей галактики, она скучная, маленькая, там, 4 миллиона масонцев, там, нечего делать. А вот там черные дыры массами миллиарды масонцев, вокруг них формируются диски из пыли, из вещества, который падает на центральную черную дыру. И вот эта центральная машина, черная дыра, которая вращается, вот за счет своего вращения магнитного поля, электромагнитного, которое там формируется, Оно может ускорять это вещество, и оно ускоряет до скоростей очень близкой скорости света. И мы на радиоастроне можем, естественно, пользуемся этой возможностью, изучать свойства вот этих самых выбросов. Горячей, мы ее называем релятивистской плазмы, то есть газа, который может лететь со скоростью чуть-чуть меньше, совсем малость меньше скорости света в вакууме. И радиоастрону удалось восстановить внутреннюю структуру подобного джета, подобной струи, и фактически исследовать то, как плазма двигается по этой струе, как развиваются плазменные нестабильности, и какова структура магнитного поля, что очень важно, потому что благодаря этому мы понимаем природу, механизм ускорения частиц скоростей света. Почему нам так интересно, как ускоряются частицы? А здесь, дорогие друзья, я перекину мостик к другим свежим новостям, которые рассказывались в частности на том же самом канале, где мы сейчас с вами находимся. Это новости как раз про нейтрино. Смотрите. Один из очень важных результатов радиоастрона, который сейчас, мы как раз завершаем его проверять, и все сходится, не наврали. Все правда, дорогие друзья, можете нам верить. Это открытие экстремальной яркости квазаров. Оказалось, что излучение центральных областей квазаров намного ярче, чем предсказывала теория, чем знали и считали ученые раньше. Радиоастрон смогут увидеть именно благодаря тому, что мы запустили телескоп в космос, это была одна из основных ключевых задач проекта. А почему мы считали, что это невозможно? Потому что мы считали, что в центрах далеких галактик ускоряются электроны, вот до этих самых скоростей, близких к скорости света. И существует механизм очень быстрого охлаждения этих электронов, в который я сейчас вдаваться не буду, но главное, что яркость вот этих самых квазаров не может превышать определенный предел. Радиоастрон показал, что этот предел нарушается. Совершенно верно, может. И стоит большой вопрос, а как? Как ему это удается? И одна из идей, которая нам раньше казалась, как бы правильно выразиться, маловероятной, если не глупой, заключалась в том, что, может быть, центральные машины далеких активных галактик значительно более эффективны, чем нам говорят теоретики. И они могут ускорять не только электроны до скорости света, но даже протоны до скоростей, близких к скорости света. Вообще, почему носим с этими электронами и протонами? Напоминаю, друзья, тем из вас, кто уже давно закончил школу, что масса протонов примерно в 1800 раз больше, чем масса электронов. Попробуйте разогнать до световой скорости сначала электрон, получилось, а потом кого-нибудь или что-нибудь, что в 2000 раз массивнее. Это реально очень сложно. Для этого нужна гигантская энергия по всей жизни? Для этого нужна, совершенно верно, для этого нужна гигантская энергия, абсолютно верно, гигантская энергия. Для этого нужны очень гигантские магнитные поля, электромагнитные поля. И, в общем, считалось, что… или какие-то другие хитрые механизмы, окей, которые мы не очень понимаем. И как-то, ну, не складывалось, да, беспокоило нас очень. А последние результаты, которые мы получаем вместе с коллегами, которые занимаются нейтринной астрономией, показывают, и об этом было уже много рассказано, поэтому я не буду повторяться, я просто коротко напомню, что похоже, что нейтрино высоких энергий, которые на Земле ловят нейтринные телескопы, напомню, что это за телескопы, это российский Байкал, телескоп, стоящий в озере Байкал, и есть парочка зарубежных телескопов, один находится в Средиземном море Европейский, другой во льдах на Южном полюсе. Так вот, наш свежий результат. Похоже, что эти нейтрино рождаются именно в тех самых объектах, для которых радиострон, в тех самых квазарах, далеких активных галактик, для которых радиострон увидел, что они могут быть экстремально яркими. Почему это важно? Да потому что нейтрино можно родить, оно может появиться на свет, нейтрино такой энергии, только если у вас в руках есть протон, разогнанный до скорости света. Понимаете, да? Как-то связочка. Поэтому, похоже, что действительно, вот в этих далеких активных галактиках, экстремально ярких по результатам радиострона, могут ускоряться протоны до скоростей близкой скорости света. Благодаря этому они нам помогают, этот факт помогает нам решить проблему экстремальной, проблему в кавычках, или радость, открытие экстремальной яркости квазаров, которые сделал радиоастрон, и одновременно решить вопрос о природе нейтрино, собственно, где они образуются. Вопросы, на которые мы пока не можем ответить, и это как раз широкое поле деятельности на ближайшие годы для нас, астрофизиков, совместно с нашими коллегами, которые ловят нейтрино. Это все-таки как ускоряются в галактиках протоны до скорости света, и как рождаются нейтрино. Это то, чем мы будем заниматься вместе с коллегами из Байкала в ближайшие годы, у нас замечательная дружба и коллаборация. И здесь, вот хоть я сегодня рассказываю про радиоастрон, но не могу не упомянуть про еще один российский радиотелескоп, наземный Ротан-600. Потому что, используя его, мы, во-первых, мы его использовали совместно с радиоастроном и ответили на вопрос, собственно, когда предпочитают квазары быть наиболее яркими, действительно, во время вспышек. А с другой стороны, мы сравнили вспышки излучения, которые мы видим от квазаров на Ротане, вот с рождением нейтрино. И оказалось, что нейтрино тоже предпочитает рождаться в момента, когда эти самые объекты вспыхивают по результатам телескопа Ротан-600 специальной астрологической обсервадуры. То есть, как бы все вот эти российские телескопы, они сошлись вместе для того, чтобы сделать это сильное утверждение, что квазары могут быть экстремально яркими, квазары могут ускорять протоны до скоростей света, как мы не понимаем, и квазары могут рождать нейтрино очень высоких энергий. Продолжение следует...